Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Детские страхи иногда кажутся нам несерьезными. Но стоит ли с таким пренебрежением относиться к детским страхам? К чему может привести пренебрежение этими страхами и наше бездействие? Чего именно боятся наши дети и как нейтрализовать их страхи? Сегодня мы обсуждаем эти вопросы и помогает нам в этом психолог Ольга Лебедева. Ольга, рада вас видеть. Здравствуйте! Нормально ли это, когда маленький ребенок боится? Да, это нормально, это вполне нормально, я хочу сказать. И хочу сказать, что это естественное развитие ребенка. И даже каждому возрастному периоду присутствуют свои страхи, то есть соответствует определенный набор страхов. То есть если мы пойдем по возрастному развитию ребенка, то вот допустим с нуля до года, то есть первый год жизни, как такового страха у ребенка нет. То есть у него, если говорить по эмоции, то, наверное, эмоции и испуга. То есть можно сказать, что это как страх, как инстинкт. То есть когда ребенок боится громких звуков, встрагивает при громких звуков, это такая рефлекторная реакция, он проявляет заметное беспокойство при недовлетворенных потребностях, то есть когда его оставляют там голодного или мокрого. В 7 месяцев ребенок испытывает беспокойство в отсутствии матери, то есть он уже к тому времени у него мозг развивается настолько, что он выделяет маму среди близких людей и неохотно остается даже с другими членами семьи, даже с папой. И в 8 месяцев примерно у ребенка возникает такая ярко выраженная боязнь других людей. То есть если там в 2 месяца, в 4, в 6, там ему можно передавать на руки другим спокойно, то вдруг в 8 месяцев он начинает выделять опять же свои чужие. То есть эти страхи, они говорят о чем? Они говорят о том, что ребенок вполне спокойно развивается в своем темпе, нормально развивается, и все, что с ним происходит, это происходит с ним очень правильные вещи. Вообще весь первый год, надо сказать, ребенок решает для себя такую задачу, но решает, может быть, подсознательно, конечно, неосознанным образом, добр к нему мир или нет. И это зависит от того, насколько быстро будут удовлетворяться все его потребности. То есть если ему приходится долго лежать в кроватке, плакать голодному, мокрому, если родители относятся как-то бесчувственно к его плачу, то глубоко-глубоко подсознательно ребенок решает для себя, что мир это такое, но не очень приятное, может быть, опасное место, и мне нечего тут особо ждать, и никто мне не рад, и никто не будет кидаться, удовлетворять мои потребности. То есть и с таким чувством... Ну это, в общем-то, может быть и нормально, потому что мир, он действительно такой, и не всегда ты получишь то, что хочешь. Ну, я бы сказала так, что если мы хотим вырастить психически здорового человека, гармоничного, без каких-то психологических комплексов, которые потом выстрельнут в каком-то возрасте, то лучше, конечно, удовлетворять потребности ребенка достаточно быстро, ну, по крайней мере, чтобы он не ждал, чтобы он не кричал громко, не оставлять его там голодного, сырого, плачущего. То есть с маленьким ребенком именно нужно так вот как бы осторожно и заботливо. Да, потому что это формируется, закладывается просто фундамент его личности, я бы сказала, то есть это базальное, базовое отношение к миру, насколько мир будет добр или нет. А иначе у нас вырастет просто очень тревожный человек, который ничего хорошего не будет ждать от этого мира, и не будет какого-то такого уверенности, какой-то радости у человека, уверенности в завтрашнем дне. Поэтому здесь очень важно, от родителей здесь требуется что? От родителей здесь требуется удовлетворять потребности ребенка в этот момент, и от родителей требуется вот это понимание, когда в 7 месяцев малыш начинает уже выделять маму и всех остальных. То есть это не самый лучший период для того, чтобы мама разлучалась с малышом, то есть для того, чтобы мама выходила на работу именно в это время, для того, чтобы мама куда-то уезжала, но по своей доброй воле. Понятно, что разные обстоятельства бывают. Это не надо, когда ребенок демонстрирует, явно начинает демонстрировать боязнь чужих людей, не надо ребенка специально давать на руки другим людям, потому что нервная система у него в этот момент перенапрягается. И при том важно очень понимать, что ребенок ведь живет здесь и сейчас, и чем младше ребенок, тем более он живет в текущем моменте. Для него непонятно, что такое время, что такое будущее, что такое прошлое. И если вдруг он надолго теряет маму из вида, для ребенка она как будто бы умирает, как будто бы пропадает его психика, она еще не способна понять, что мама просто вышла на работу, она вечером придет. То есть ребенок теряет взрослого человека из вида, для него это все равно как смерть. Он пытается найти, ищет, и его маленький, он не понимает, куда же этот человек делся. Поэтому очень важно понимать вот эти вот возрастные периоды какие-то в жизни ребенка, что с ним происходит, и действовать так, чтобы не заложить у своего ребенка какие-то комплексы, страхи, какую-то тревогу. Понятно. То есть иногда родители действительно сами провоцируют страхи у ребенка. Так, вы говорили о возрасте от нуля до года. До года, да. Так, дальше страхи увеличиваются, или какие-то, наверное, пропадают, возникают новые? Страхи увеличиваются, да, их становится больше, они наслаиваются друг на друга, они видоизменяются и так далее, да. То есть вот от года до трех лет ребеночек уже начинает более-менее понимать, у него какой-то развивается мозг, он сам растет. И самое важное для него, для ребенка, то есть если до года мы говорили про важность отношения с мамой, прежде всего, то после года, от года до трех лет, для ребенка самое важное – это отношения внутри семьи. То есть отношения мамы с папой для него очень важную роль играют, и что он принадлежит, чувство принадлежности к этой семье, к близким людям, что у него есть близкие люди, которым он может доверять, которые о нем заботятся. Ну, страх неожиданных звуков, да, резких до сих пор продолжается у него. Страх одиночества, то есть вот выходит на поверхность уже, по мере развития ребенка, тоже появляются страхи, они видоизменяются. Страх одиночества, то есть одиночество для ребенка – это изоляция. Это изоляция от любви, то есть как раз у ребенка возникает от этого чувства привязанности, ему нужно постоянно держать связь с близкими людьми. И поэтому дети, они не особо любят в этот момент засыпать, может возникнуть страх засыпания. Они не любят оставаться одни, они не любят закрытых дверей, они не любят оставаться в закрытой комнате. То есть вот это вот, ребенку, страх у него возникает, вот это как раз и есть страх одиночества. Он как раз говорящий о том, насколько для ребенка важно быть в семье, насколько ему важно быть частью этой семьи, быть принятым любимым, и насколько важно то, что происходит в семье, отношения мамы и папы. Также в этот момент, от года до трех, у детей появляется страх боли, уколов, страх медицинских работников, то есть белых халатов. Ну, понятно. На основании опыта, наверное, собственно. Это как те, которые делают уколы. Да, да. Да, то есть это вот уже начинает на полную катушку развиваться, которая войдет потом вообще в полную мощь, инстинкт самосохранения. То есть больно, больно это опасно. Боль связана с опасностью для жизни. То есть когда ребенок боится боли, когда он боится уколов, когда он боится медицинских работников, это тоже вполне нормальное развитие, что у ребенка можно порадоваться за него, он правильно развивается, у него с инстинктом самосохранения все в порядке. Интересно. То есть если говорят ему взрослые, что ж ты трусишка такой, боишься укола, это совсем вот как комарик укусит. А это, оказывается, нормально, что он боится. Это инстинкт самосохранения работы. Для человека, для взрослого человека, для нас, естественно, боятся боли. Если маленькие детишки боятся боли уколов, взрослые люди боятся зубной боли, боятся еще какой-то боли, боятся, допустим, ходить к стоматологу и так далее. То есть это, опять же, человек не любит боль. Потому что для инстинкта сохранения боль это опасность для жизни. То есть ребенка начинает он формироваться. Но здесь, как у ребенка можно все это снимать, эти страхи, можно играть в больницу, можно читать доктора Болита, можно играть в доктора Болита, можно делать зверушкам мягким эти уколы и так далее. То есть как прорабатывается страх. Но нужно сказать, что этот страх, он не свидетельствует о том, что с ребенком что-то совсем не так. Все в порядке, все идет так, как надо. И самые такие стрессовые факторы для ребенка в этот период, это рождение второго ребенка, но поскольку ребенок еще очень маленький здесь. Также начало посещения детского сада, не очень такой хороший период для начала посещения детского сада, помещение в стационар. То есть все, что связано с отрывом от любимых людей. То есть когда ребенку куда-то помещают в стационар без мамы, когда он оказывается вне семьи, когда он оказывается в одиночестве, или когда его отправляют к бабушке, может быть, на какой-то период времени. Это до трех лет, да, ведь период? От года до трех лет. До трех. Вы говорите, нежелательно детский сад. Да, но именно вот с трех лет и с двух с половиной даже его и отдают в детский сад, потому что заканчивается декретный отпуск, пора на работу уже идти. Вот оказывается нежелательно? Два года это слишком рано. Да, два года это нежелательный период для того, чтобы ребенка отдали в детский сад. Ну, вообще, вот по статистике, по данным, лучше всего дети адаптируются к садику, и у них иммунная система тоже более-менее становится окрепше. Это не раньше четырех лет. То есть четырехлетки, они адаптируются к садику прекрасно. Четырехлетки. Ну, в два, там еще в полтора года это рановато для ребенка. Ну, и также стрессовым фактором этого периода, самым стрессовым фактором является для ребенка ухудшение отношений между родителями. То есть для ребенка настолько важна семья, настолько важна общность семьи. И даже вот если мы говорим о таких потребностях маленького ребенка, ведь что важно ребенку знать в первую очередь? В первую очередь ребенку важно знать, что мама и папа любят друг друга. И только во вторую очередь ему нужно знать, что любят его самого. То есть ребенок, он настолько зависит от тех людей, через которых он пришел в этот мир. Отношения мамы и папы это просто база, это просто фундамент. И когда он становится, не дай бог, свидетелем или он слышит ссоры, в этот момент мир для ребенка просто рушится. И мне очень нравится эта цитата одного американского врача, доктора, нейрохирурга. Он читает лекции по всему миру о развитии юного мозга как раз. И его очень часто, когда спрашивают, что нужно делать, чтобы ребенок поступил в Гарвард, он все время отвечает, вы хотите, чтобы ваш ребенок поступил в Гарвард, идите домой, любите свою жену. То есть насколько ребенку важно видеть именно мирные и хорошие отношения между мамой и папой. Потому что он говорит, в зависимости от стресса, который ребенок воспринимает, если родители ссорятся, он может перемонтировать свою нервную систему в зависимости от воспринимаемых им волнений. И даже подключали датчики к детям, к шестимесячным малышам. И когда родители кричали, вроде бы как люди думают, что ну что, младенец лежит, ничего не понимает. На самом деле ребенок показывал на аппаратуре все физиологические характеристики стресса. То есть у ребенка учащалось сердцебиение, у него в кровь выделялось очень много адреналина, очень много кортизола. То есть это, естественно, сказывается и на развивающемся мозге, и на его здоровье, и на психологическом состоянии тоже. Поэтому самый счастливый малыш – это тот малыш, у которого мама и папа любят друга. То есть вот к чему нужно стремиться. И, кстати, вот ухудшение отношений между родителями, развод родителей – это фактор номер один по возникновению детских страхов различных. То есть дети, выросшие в семьях с одним родителем, они очень подвержены всякого различного рода страхам. Да, то есть если уж мои близкие люди, ну как бы распалась семья, да, что ожидать от вообще остального мира? Да. Какое может быть доверие? Да, это важно. Итак, от нуля до трех мы с вами, ну вот этот возраст рассмотрели. Дальше какие страхи возникают? В возрастной период от трех до пяти лет. Это у ребенка здесь полным ходом идет воображение. И, соответственно, ребенок начинает бояться бабы-яги, Кощея Бессмертного, всяких разных чудищ, страшилок, бабаек, которые спрятались у него под кроватью, и ночью они обязательно вылезут. То есть когда у ребенка появились эти все страхи, это свидетельствует о чем? Это опять же таки свидетельствует о том, что ребенок правильно развивается, что у него правильно развивается мозг, у него развивается воображение. Еще хочу сказать, что ребенок вплоть до шести-семи лет, он не может произвести грань в своем уме между реальностью, действительностью и вымыслом. И поэтому все, что существует в сказках, все, что существует в снах, все, что он видел в снах, это для него такая же реальность. Он не может разграничить. И часто даже иногда родители говорят, что вот якобы ребенок врет, что он чего-то видит. Он не врет. На самом деле для него это та же самая реальность. То, что он видит во сне, для него это такая же реальность, как наяву. И поэтому, конечно, все эти сказочные персонажи или какие-то импортные заместители, монстры и так далее, для ребёнка они являются реальными существами, которые в действительности могут ходить. Вот. Ну, и поэтому какие страхи остаются? Страх потери любви и одиночества остается. А вот я хотела всё-таки вернуться к этим страхам, когда ребёнок боится бабу-ягу, да, Кощея Бессмертного. Вот мы же всё равно не можем не читать ребёнку сказки, да, мы можем ограничить просмотр мультиков каких-то, да, как-то всё-таки больше читать ему рассказы, а не сказки. Но в любом случае, не мы так в садике прочитают, там мультик какой-то увидят, даже обычный вот наш советский мультик старый, тоже про бабу-ягу. Всё равно эти образы будут у ребёнка. Вот что с ними делать-то? И они должны быть. Ну, я бы даже сказала, что это важно, очень нужно детям читать сказки, и они должны пройти через этот период. Это обязательный период развития детских страхов, и все детские страхи, с которыми сталкивается ребёнок, это обязательный период его взросления, его развития. Так же, как мы не можем убрать кризис трёх лет, мы не можем убрать подростковый возраст, так же мы не можем убрать все ребёнка страхи, то есть ребёнок должен через них расти, прорастать. Вот. Ну, и так же, вот, в связи с этим, ребёнок так же боится одиночества, темноты, ребёнок может в этот момент бояться, начать бояться темноты, и он очень не любит закрытого пространства, оставаться, например, в закрытой комнате. Здесь ребёнку нужно помогать эти страхи проходить. То есть, например, как облегчить ребёнку страх темноты? Нет ничего такого плохого и страшного, если ребёнку дать фонарик, или если дать какой-нибудь такой маленький ночничок, который он сам будет включать, когда ему страшно. Главное, чтобы он сам это контролировал. Даже рекомендуется оставлять приоткрытую дверь. Кстати, это очень-очень такой неправильный приём, который, ну, я думаю, что сейчас уже реже его используют, но наказывая ребёнка запирать его в какой-то тёмной комнате или, в принципе, запирать его где-нибудь в туалете, таким образом оказывая на него воздействие педагогическое. Это очень неправильный приём. Вот, наоборот, оставлять открытую дверь, щёлку, чтобы свет лился, чтобы ребёнок понимал, что дома есть люди, которые в случае чего о нём позаботятся. Ночничок, который он будет включать. Но также, вот, это очень бездейственные такие разговоры, что, типа того, бабы-яги нет, кощей бессмертного нет, под кроватью никто не прячется, на, посмотри. Это мы пользуемся логикой. У детей логика ещё не развита. Здесь нужно идти воображением. То есть на воображение мы идём воображением. Мы можем... Это все существа силы. Ребёнок может нарисовать себе... Здесь рисует каждый, кто во что гораздо. Кто человека-паука, который будет его охранять, кто ангела, кто какую-то фею-принцессу. Можно дать ребёнку положить с собой в кровать волшебный меч или кинжал. Главное, чтобы это было не остро, не опасно, которым он, в случае чего, отобьётся с этим персонажем. Я как-то видела в интернете потрясающую такую трогательную картинку, когда спит ребёнок, рядом с ним плюшевый мишка, и как бы он сражается, плюшевый мишка, с драконом, и написано, вот для чего нужны плюшевые мишки. То есть это действительно реально для ребёнка, когда вот герои взаимодействуют, они живут какой-то своей жизнью. Да, детский мир, он действительно очень такой тонкий, глубокий. Я благодарю вас, Ольга, за ваши советы, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова